Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня предлагаю вам пробежаться по проекту Green Garden, в который входит два сервера, построенных на игре Days и расположенных на карте Чернорусь. И работают данные сервера в режиме PVE-выживания. Ну и надо сказать, что полгода назад я уже был на Green Garden, но особо в нем не разбирался. Помню, что что-то мне не понравилось, а что именно, уже и не припомню. Ну а сейчас я решил поиграть и разобраться, что же могло мне так не понравиться и что мне наоборот нравится на этом сервере. Давайте потихонечку заходить и приступать. Ну а начнем мы с меню появления на этом сервере и карты. Перед вами точка возрождения. Изначально она дается вам бесплатно. Но потом, когда вы помираете из-за каких-то своих приключений, вам предлагается либо купить точку поближе, точку возрождения, либо две бесплатные, но очень отдаленные. Это очень хорошее решение. Оно экономически подтверждено. Таким образом, игрока принуждают все-таки держаться за свою жизнь, не растрачивать ее бесплатно. Ну а если уж вы откисли и хотите потратить меньше времени, ну потратите тогда побольше денег. Неплохое решение. Сама же карта выглядит вот таким вот образом. И надо сказать, что это неплохая модификация на карту для игры Days. Данная модификация позволяет игроку настраивать свою собственную метку, выбирать цвет, подписывать ее, выбирать какая будет метка, выбирать из ряда представленных меток. Есть интерактивность в этой карте, можно перетаскивать собственные метки, которые вы ставили до этого и которые вы поставили сейчас, можно менять их местами. Есть информативность в этой карте, то есть вы можете просто нажать одну кнопку и перейти, например, на дискорд данного сервера. Или перейти в их группу ВК. Такая возможность в этой модификации карты тоже есть. Очень хорошая и удачная, на мой взгляд, модификация. Если рассматривать карту, то точки разбросаны на небольшом удалении. Так, например, от центральной торговой зоны до черного трейдера чуть больше 4 километров. Охотник немножко находится подальше на расстоянии. Ну и еще одна есть точка, это мельник, но ее мы коснемся едва ли. Точка такая есть, с ней взаимодействовать игроку тоже придется, но это уже впоследствии. Мы об этом еще поговорим. Ну а в целом очень неплохая модификация. Я такую карту, например, очень даже люблю, потому что здесь можно таскать свою же собственную метку так, как ты захочешь. Например, я всегда ставлю метка машина и больше мне не надо ее ставить. Я ее просто перетаскиваю на то место, где я оставляю машины. Все, на этом вопрос закрыт. Очень хорошая модификация. Тоже все выглядит неплохо. Давайте двигаться дальше. Ну а дальше мы появляемся на карте. И вот такой вот скромный набор выживальщика нам дается. Маловместимая холодная одежда, немножко еды, немножко воды, тряпки. И не обольщайтесь, вы увидели ствол, но это условность. Ствол здесь условность. Да, к нему дается три рожка и выглядит он как грозное оружие. Но на самом деле это не так. Но про само оружие мы поговорим чуть позже, по мере того, как будем продвигаться по этому проекту. А пока хотелось бы обратить внимание на два индикатора. В правом нижнем углу индикатор сна, который, кстати говоря, так мне ни разу и не понадобился. А слева индикатор вашей усталости, то есть стамины. Которая, как вы можете заметить, не кончается. И это хорошее решение. Тоже так же, продвигаясь по проекту, мы это обсудим. Ну и не откладывая в долгий ящик, переходим к зомбям, монстрам, населяющим просторы этого сервера. Сразу же надо сказать, что монстры и зомбей здесь очень много. Прям действительно их много. Как в городах, деревнях, так и на военных базах. Здесь представлен весь спектр стандартных зомбей. Плюс он дополнен и расширен за счет модификации сталкерского мода. То есть все сталкерские монстры здесь тоже присутствуют. И тут я вспомнил, что же именно мне не понравилось на проекте Green Garden, когда я заходил сюда полгода назад. А именно вот это, то что вы сейчас видите. А вы можете видеть, как разработчики данного сервера либо скачали, либо сделали сами. Но они взяли стандартную версию зомбей и их уменьшили. И вы можете видеть, как бегают маленькие девочки с повешенным соответствующим голосом. Они хихикают, кричат, орут, визжат. Но это выглядит все достаточно убого. Помимо того, в этих монстров, уменьшенных монстров, уменьшенных зомбей, очень тяжело попасть. И я вспоминаю, что когда я заходил сюда в первый раз полгода назад, эти зомби были еще меньше. И их было не видно в траве. Их и сейчас плохо видно, особенно когда она начинает ползать. Но здесь зомби прокачаны по полной. То есть стоит полная модификация. Они бросают камни. Несмотря на то, что эти девочки чуть больше этого камня, они все равно их бросают. Они открывают двери. То есть вы от них не скроетесь. И камнями они могут сбросить вас с любого укрытия, где вы находитесь. На возвышении. Ну и также все противники убиваются абсолютно по-разному. Кто-то ваншотится одним выстрелом в голову. Кому-то надо два выстрела. Кому-то три. В тело я вообще не считал. Ну а у этих маленьких девочек что-то с хитбоксом. Куда стрелять им я вообще не разобрался. Ну и дамажат зомби тоже неплохо. Вот эта вот уменьшенная копия стандартного зомби убила меня с трех ударов. Ну не убила, а отправила в нокаут. Мой персонаж упал, через какое-то время он очнулся и побежал. И вот тут-то надо вспомнить про эту неурезанную, оставленную в покое стамину, которая не кончается. И это будет ваш единственный шанс убежать от этой толпы монстров. Кстати говоря, вы можете заметить, что иногда в левом верхнем углу экрана выскакивает надпись. Да-да, здесь стоит модификация на Орду, от которой вам тоже придется удирать благодаря вот этой вот неурезанной стамине. За что, конечно же, отдельный поклон. Ну и попав вот в такую вот заварушку с зомбями, от которой придется убегать, вы как раз таки и понимаете, что ствол, который дается вам в самом начале, ни хрена тут не решает. Но не только по этим аспектам, он в принципе здесь не особо роляет. Но давайте двигаться дальше. Ну а дальше по законам жанра нас встречает лут. Лутовая система. Естественно, что же делать в выживалке без лутовой системы? И вот она-то здесь неоднозначная. Причем я не говорю, что она плохая. Нет-нет, наоборот-то я бы, наверное, сказал, что она-то мне как раз таки и понравилась. Но система лутания на этом проекте вообще неоднозначная. А все дело в том, что здесь нету стандартного лута. Вообще нету. То есть вы не найдете здесь какие-то рюкзачки школьника, какие-то маечки, шортики, тапочки, кеды и еще что-нибудь. Такого лута здесь нет. Весь лут, который вы здесь найдете, но надо сказать, что его мало. Так вот весь лут, который вы здесь найдете, он свой. Он какой-то уникальный. Может быть не настолько уникальный, что мы такого нигде не видели, но он какой-то необычный. Он свой. Он именно этого проекта. В основном, бегая по домам, я замечаю, что его очень мало. Вот прямо очень мало. Дома пустые, ни черта невозможно найти. Но когда вы находите что-нибудь, прямо какая-то вас посещает радость. Потому что вы находите что-то уникальное. Здесь можно найти ящик с какими-то принадлежностями. Можно найти пасту для компьютеров, термопасту. Можно найти какие-то электромоторы, какие-то магниты, запчасти. В общем, лут какой-то свой. И я действительно не знаю, как на это реагировать. Я не могу сказать, что это плохо. И даже наоборот, еще раз скажу, что по-моему, мне это даже понравилось. Потому что вы собираете нечто необычное. Все, что вы находите, можно продать, естественно. Или использовать в крафте. Ну, а как это выглядит, вы сейчас видите на экране. Вторым этапом лутовой системы, это, конечно же, посещение военных баз. Так называемых военок. Ну, и тут все тоже не так однозначно. Хотя и более просто, чем мне показалось на первый взгляд. Да, здесь тоже можно найти какие-то уникальные вещи. Но в основном, по большей части, здесь разбросаны шмотки и стволы. Которые, как подножный корм, вы собираете и несете на базу для того, чтобы продать. Пользоваться этим оружием, конечно же, можно. И тут надо, наверное, вспомнить начало этого видео. Где я говорил, что когда вы появляетесь на этом проекте, у вас есть ствол. Но ствол особо здесь не роляет. И вот эти самые стволы, которые вы будете находить на простых военках. Не на данжах, а на простых военках. Да, здесь есть данжи, по-моему, их два. Но на них надо записываться и стоять в очереди. Поэтому, посещая обычные военки, вы будете находить стволы. Их не так много. Стволы, шмотки. Но пользоваться ими, я бы сказал, наверное, нет смысла. Потому что здесь есть некая система, оружие, которое подвязано на трехсотом калибре. То есть, все трехсотки здесь считаются предтоповыми. Все, что ниже трехсотки, там пятерки, семерки, это хлам, который вы просто подбираете и несете на продажу. Поэтому я в самом начале сказал, что когда вы появляетесь с калашом, казалось бы, калаш, три рожка. Но это здесь не ствол. Стволы здесь трехсотки, ну и выше. Ну и что хотелось бы сказать про стволы. Это как раз таки и является второй ступенью, которая мне не понравилась при первом посещении проекта Грингарден. А это имбовый стволов. Даже не имбовый стволов, а слишком большой разброс по дамагу. Что же я имею в виду? Я уже сказал, что здесь считаются предимбовыми. Это оружие, которое заряжается трехсотыми патронами. Они имеют урон четыреста. Четыреста. Следующие стволы, которые идут по имбовости, имеют урон пять тысяч. Чувствуете разницу? Четыреста предимбовые и имбовые пять тысяч. Это слишком большой разброс. Именно по этой причине я в самом начале и сказал, что калаш здесь особой роли не играет. Как не играют и все остальные стволы, которые вы будете находить на военных базах. Какие-то ауги, там, EBR-ки. Все это подножный хлам, который вы собираете и носите для того, чтобы продать. Пользоваться ими, как я и сказал, можете. Но какого-то удовольствия от этого вы не получите. Потому что даже трехсотки здесь наносят урон всего лишь четыреста. Я уж не говорю про пятерки, семерки. Они, видимо, вообще не дамажат. К чему же это приводит? А приводит это к тому, что есть некие архетипы противников. Так, например, здесь есть на карте олень. Он взят из сталкерского мода. Это не стандартный олень. Это олень с какими-то кривыми рогами, с какими-то шипами. Которого я не смог убить со 150 патронов, выпущенных в упор с калаша. Также здесь на военках можно встретить и брюера. Тоже с того же самого мода. В которого я выпустил 600 патронов, он так и не умер. Потому что он умирает с другого ствола. Который наносит 5000 урона, 7000 урона. А что уж говорить про те стволы, с которыми бегал я. Таким образом, здесь есть разграничивание. Стволы, которые вообще не убивают. И стволы, которые дамажат с двух выстрелов. Тарк, тарк, да, здорово. А что, он неубиваемый, что ли? Ну, у него много хп. С 5000 патронов стрелять. То есть с простого калаша его не заберешь, да? Ну, да. Надо 5000 патронов. С простого мало урона. А сколько примерно надо урона выпустить? То есть у сотки совсем мало, да? Вообще, то есть ни о чем, да? Нету пухта, что ли? Ну, у меня калаш и... Ну, еще одна такая простенькая, да. Я с простенькими пока бегаю. Меня просто удивило, что, ну, олень такой обычный. То есть он в лесу попадается, ничего такого, блин. Я залез, сверху долбил, 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 долбил. Вообще не умирает. Да, забирай. О, не струя себе. Вот с такого ты, наверное, убьешь, да? Давай 5000-ник. А-а-а. А еще такая же хрень у меня случилась на военке. Там такой бегает бюргер или... Хрен надо как его называть. Такой, знаешь, в костюме уборщицы здоровенный такой. Тоже, ну, вот вообще нет кисает никак. Ну, вот это все с 5000-ника надо убивать. Бюргер тоже не с первого выстрела убьешь. Даже с 5000-ной, да? Да, Таркас одного, с двух. Ну, и вот, друзья, вы сейчас все слышали сами. Чтобы убивать подобных монстров, нужно оружие, которое наносит дамаг от 5000. Там, 5, 7, 11, я только что это показывал. Ну, а то, что мы находим на военках, это, как я и сказал, просто подножный хлам, который можно поднимать и продавать. Бегать с ним, ну, можно, конечно, но если вы нарветесь на такого оленя или на такого бюрера, посещая военки, ну, что ж поделать, откисните. Ну, и говоря еще об этом же оружии, я считаю, что слишком большой разбег оружия. 400 урона, 7000 урона. Ну, а вот этот подножный, я даже не знаю, там, сколько, наверное, 100 урона у него всего. И если он сказал, что даже бюрера надо стрелять два раза, значит, у него как минимум 10 тысяч хп. Ну, и представьте себе из этого пулемета или скалаша, сколько вы будете его пилить. Вот из-за этого мне и не понравилось. Я считаю, что слишком большой разлет по градации оружия. Оружие есть оружие. Оно огнестрельно, оно стреляет, оно наносит поражение. Но почему-то вот разработчики решили, что сделаем вот так. И такой вот огромный разлет. Но тут же в защиту данного сервера я просто обязан сказать, что вот такую вот винтовочку, которую мне подогнал этот человек, вы можете получить просто зайдя на проект и введя промокод при старте. При старте вам дадут денег и вот такую вот винтовку, которая наносит 5000 урона. Ну, и коли уж мы коснулись темы денег, давайте поговорим про экономику этого проекта, которую я лично могу описать одним словом. Экономика не сложная. Да к тому же, если вы введете промокод, вам дадут вот такой ствол, который я только что показал, и еще отсыпят немножко денег, на который вы сможете купить себе первоначальную машину. Но эти же машины и вызывают у меня ряд сомнений. Первое. С проекта полностью удалены стоковые стандартные машины и заменены девятками и семерками, которые вы можете найти. Но вот если вы найдете, например, девятку, то запчастей к ней вы не купите. И будете ездить, вот как я, без дверей, без капота, без багажника, потому что просто нету запчастей. Здраво, дружище, не подскажешь, а здесь машину можно найти на карте? Вообще можно, но очень редко они попадаются. Но есть, да? Ну, есть, есть, да, в жигулянке. Давай, слушай, еще один вопросик. А вот такая вот восьмерка у меня, я так понимаю, которая вот на карте валяется, да? А запчасти для нее где брать? Потому что в магазине там все нули стоят на нее. Только находить, наверное, да? Да не найдешь ты их. Вот это и дело. То есть... И купить, по-моему, не купить. Я не помню. Нет, слушай, кстати, на желтую девятку, по-моему, есть запчасти, их можно купить. Я смотрел, они ездят, они принимаются, но купить нельзя, там нули везде стоят. То есть принятие магазин принимает, а купить я не могу. То есть мне теперь так и ездить, да, без капота, без дверей. Ну, получается, да. Да, я писал админам, ну, как бы, что-то они, видимо, им пока не до этого. Ну, и вот магазин, в котором вы можете продать найденную вам машину, будь то девятка или семерка. Всего две машины, девятка и семерка. Ну, вот запчастей к девятке нету. К семерке запчасти есть, а к девятке нету. Ну, и как же мне быть? Тут даже вопрос не эстетики, а того, что мне неудобно пользоваться этим транспортом, потому что по Дейзовским механике мне нужно что-нибудь открыть, чтобы машина посчитала, что багажник теперь имеет доступ. Ну, и ставить код мне тоже нужны двери, а их нету. Вот как же так? Я не понимаю. И следующий пункт, который тоже хотелось бы затронуть на этом проекте, есть вертолеты. Вертолетов на самом деле немало, по крайней мере летают их очень много. В магазине они представлены, правда у двух из них нет цен. Скорее всего эти вертолеты за донат, но дело это не меняет. Данный вид транспорта очень имбовый, и это надо понимать. В игре, где нам предстоит очень много бегать пешком, потом ездить на машине, вертолет это имбовый. И вот по аналогии с оружием на этом проекте тоже не рассчитано. Ведь смотрите, как получается. Если я могу найти машину, то мне нужно будет бежать за ней. Бежать по всей карте, часами бегать, искать. Но человек может взять себе в вертолет пассажира, они быстренько облетят по карте, найдут необходимое количество машин. Один садится в машину, перегоняет, второй пока ищет следующую машину, которая заспавнилась где-то. Запомнить точки спавна, если вы долго играете и уже дожили до вертолета, вопрос времени. Таким образом, вертолет лишает новичка найти машину. Также вертолет, естественно, это очень быстрый вид транспорта. Я бы, например, пытался добежать до аэрдропа, но когда я туда прибежал, там уже было два вертолета. То есть у меня нет вообще никаких шансов. На вертолетах люди успевают везде. Везде вперед меня. На аэрдропы, на военки, они везде вперед. С этим видом транспорта надо быть поосторожнее, потому что он имбовый. Он позволяет человеку добираться от точки А до точки Б гораздо быстрее, чем даже на машине. Не говоря уж о тех, кто бегает пешком. Но тут надо понимать, что я не говорю о том, что вертолеты это зло, это плохо. Просто когда вы добавляете вертолеты на сервер, я считаю, что нужно применять их грамотно. Не просто раздавать и делайте, что хотите, повышать им грузоподъемность и тому подобное. К этому виду транспорта, как и к оружию, надо относиться с точки зрения баланса всего проекта. Вот что бы я хотел сказать. Ну а под конец данного ролика хотелось бы затронуть тему маппинга на этом проекте. А поверьте, она стоит того. И вообще можно посвятить целый ролик тому, какие объекты, какой маппинг используются на этом сервере. Вот посмотрите, например, на точку ТЗ, торговая зона. Как она выполнена? Надо понимать, что на данном проекте нет никакой тематики. То есть это просто проект. Он и называется Зеленый сад Green Garden. И вот так вот выполнена торговая зона. Полностью снесены объекты. То есть через редактор, вот как вы сейчас видите, вот таким вот образом удалены полностью все объекты и полностью застроено все по новой. И одним из уникальных решений, на мой взгляд, это то, что ни одна точка взаимодействий, будь то торговая зона, или охотник, или черный трейдер, не обнесены забором. Никаких заборов. В каком бы направлении вы ни двигались, ваша задача ехать на маркер. Едете ли вы с севера, с запада, с востока, откуда угодно. Вас ничто не остановит. Вы можете подъехать к торговой зоне с любой стороны. Через лес, через дорогу, как вам угодно. Все точки открыты. Подъезжай с любой стороны. Выполнен также красиво и логотип проекта. И здания, модульные здания, из которых здесь состоят большинство точек. Вообще, про точки и про то, что здесь есть на карте, как я и сказал, можно посвятить целый ролик. Вот так вот выглядит ТЗ. А вот, например, черный торговец. Видите, те же самые блоки, здания сделаны из блоков. То есть, они подготовили свои блоки, уникальные, которые позволяют им моделировать, создавать те или иные здания. Ну, а вот таким образом, например, выполнена точка охотника. Как я и сказал, не надо смотреть на это с точки зрения Дейза или какой-то тематики. Нет, у них своя тематика, они ни к чему не привязаны. Несмотря на то, что у них половина модификаций из сталкерского мода. Нет, здесь нет никакой тематики. Это просто Green Garden, зеленый сад и вот такой сервер, такой проект. И вот такие вот точки. Но тут надо еще уточнить, что карта полностью дополнена. Вот посмотрите, например, вот на эту вот конструкцию, наверное, так это назовем. Это целый архитектурный комплекс. Изначально эта точка выглядела вот таким вот образом, которым вы сейчас видите. Вот так она находится в стоке. А вот то, что сделал автор. Это добавленная, лутабельная точка. Военка или разбитый, или построенный замок. Называйте это как хотите. Но это огромная локация, в которой вы можете существовать, лутаться, отстреливать зомби. И ее в стоке нету. Это дополненная карта. Ну или вот, например, вот эта вот локация, которую я сейчас показываю. Это военка. Стандартная военка, которая изначально в своем стоковом состоянии имеет всего 5 типичных зданий. 5 типичных построек, которые лутаются. 4 из них одноэтажные и одна двухэтажная. И вот, что сделал автор. Посмотрите, как он расширил эту локацию. Она стала неузнаваемой. И поверьте, вот таких вот локаций сделано автором огромное количество. Вы бегаете по карте и находите все новые и новые места. Какие-то отмечены на карте, какие-то вы отмечаете сами, потому что модификация на данном проекте, на карту вам это позволяет делать. Вы можете отмечать все, что угодно, передвигать и тому подобное. Вот таких вот локаций здесь огромное количество. И игрок, бегая по этим, казалось бы, обычным местам, увидит вот такие вот удивительные, переделанные, дополненные места. Они лутабельные, они живые, в них можно существовать, лутаться, отстреливаться. Это здорово, это замечательно. Один, наверное, из лучших проектов по дополнениям по маппингу. Действительно, это меня удивило. Здесь есть и мод на строительство. Конечно же, обычное мод на строительство. Но здесь еще есть и кланы, и базы, и какие-то торговые точки дополнительные, которые тоже разбросаны по карте. Сейчас я показываю вам фрагменты, какие здесь бывают здания. Действительно, только вот на одной архитектуре этого проекта можно сделать целый ролик. Я бы хотел сказать низкий поклон разработчикам данного сервера, вот именно за то, что они сделали по маппингу. За одни только дополненные места для лута. Это очень здорово, это играбельно, это интересно. Когда вы приходите, казалось бы, на стоковую точку, на которой вы уже были миллион раз, и видите вот такое вот. Это здорово, это замечательно. И действительно, хотелось бы этому посвятить больше времени, но, увы, время не резиновое. И хоть мне и не понравилась разбалансированность данного проекта, данного сервера, я бы рекомендовал вам зайти и просто насладиться эстетикой, которая здесь присутствует. Эстетически выполненные торговые точки, точки взаимодействия, дополненность карты, дополненные замки. Очень много чего можно посмотреть и подцепить на этом проекте. Ну, на этом мы будем заканчивать, друзья мои. Проект Green Garden. Как говорится, заходите, играйте, получайте удовольствие. У меня же на этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok